Вакцина Робикан-Щелкова от бешенства. Парень у нас беспокойный. Сейчас будем с ним знакомиться как следует. Да, Мухтар? Спокойно. Прививку от бешенства трёхлетний пёс Мухтар переносит отлично. Низкулетний рычит, а лишь слегка вздрагивает. Активный пёс любит бегать, играть и лает на прохожих. Поэтому, чтобы ему было где разгуляться, хозяева периодически отвозят его в деревню. А там без прививки никак. У нас Мухтар живёт летом в сельской местности. Там бывают и лисы, какие-то случаи бешенства. Чтобы не потерять своё домашнее животное, мы всегда, каждый год прививаем его. Прививку Мухтару и другим четвероногим питомцам ставят бесплатно в рамках ежегодного месячника «Вакцинация животных против бешенства». Мероприятие проводится по указу главы города. В этом году оно стартовало 10 марта и продлится до 5 апреля. Мы ставим бесплатную вакцину собакам-кошкам. И это мероприятие проводится как по лечебницам, так и в ЖЭКах. Вообще мы вакцинируем всех животных. То есть, если где-то там во дворе кошечки-собачки, и граждане их подкармливающие могут их поймать и привезти в ЖЭК, мы им также не отказываем от этой вакцинации. В планах специалистов за этот месяц привить около 4 тысяч собак и 3,5 тысячи кошек. Сейчас уже бесплатная вакцина Робиканчелкова поставлена более тысячи животным. В этот период у животного вырабатывается иммунитет против бешенства. Привить питомцев можно в возрасте от двух месяцев. Побочные эффекты вакцины незначительны. В течение первых суток возможна вялость, снижение аппетита. Как правило, это возможно, но, как правило, все проходит хорошо. В месте инъекции, возможно, также отек небольшой, который длится, как правило, пару суток. Также болевая реакция. Само саппорт, по себе, потом проходит. Бесплатную прививку от бешенства своим питомцы могут поставить не только жители Челябинска, но и всей области. Инъекции делают в Челябинской ветеринарной станции и в районных ЖЭКах. Сделать прививку специалисты советуют всем животным, потому что бешенство у четвероногих является одной из самых страшных болезней. И, кстати, другие опасные для человека вирусы животные не переносят. Анастасия Кныш, Артем Большаков. Наше утро.